Говорим просто о самом сложном, всё интересное и важное о нашей церкви. Мы обсудим с профессором Алексеем Ильичем Осиповым. Алексей Ильич, здравствуйте. Добрый день. Алексей Ильич. Хорошо. Я вас поздравляю с троицей. Благодарю, покорнейшим. И взаимно тоже поздравляю. Алексей Ильич, вот можем в двух словах, а может и в трёх, и в десяти, и в пятидесяти, объяснить, что такое пятидесятница? – Ну, это сразу пятидесятница. Пятидесятница – это пятьдесят дней. Вот и пятидесятница. Пятьдесят дней – раз, непонятно. Пятьдесят дней – это два слова. Пятьдесятница – одно. Я люблю всегда, когда происходит сокращение. Или ты о чём-то другом спрашиваешь? – Пятьдесят дней от Пасхи? – Да. Ну, говорят, от воскресения Христова, да. Пятьдесят дней. – Что тогда случилось? Вы же, говорят, видели. – В этот же день в церкви что отмечается? На все наши даже, наконец, поётся Царю Небесный, утешителю души истины. То есть, в этот день мы уже вспоминаем, вспоминаем особым образом, скажем так, действие третьей ипостаси Святой Троицы. То есть, этим самым мы о чём говорим? Что да, Троица единосущная, три лица одной сущности, но каждый из этих лиц обладает своими особенностями, своей индивидуальности и, скажем так, своей функцией по отношению к человеку, к миру. И вот если верили вообще в Бога просто – Бог, Бог Он, да, Бог, называли Бог Отец, затем произошло вот событие чрезвычайное Боговоплощение. Опять кто воплотился – Бог? Да. Бог? Нет. Так кто воплотился? Второе лицо Святой Троицы. Пятидесятница. Опять. Что это? Что такое сошествие кого? Отца? Нет. Сына? Нет. Святой Дух. Они же едины, совершенно верно. Один из святых, Василий Великий, он так и говорил – едино-тройственная благодать. То есть нет благодати отдельной Отца, нет благодати Сына или благодати Святого Духа. Одна, потому что это единый Бог, одна сущность, один в этом смысле ум, одна благодать. Вот в чём дело. Едино-тройственная благодать, как вот сказал этот великий святой. Вот так. Так что, видите, на Троицу или на Пятидесятницу церковь специально вспоминает действия Святого Духа, которая последовала только после Бога воплощения и жертвы Христа. То есть после того, что вторая ипостась Троицы совершила для человека. Вот в этот день это воспоминается. И воспоминается, во-первых, потому, кстати, и почему называется этот день Троица, как правильно сказал, поздравлял. Почему? Потому что теперь всё три ипостаси. Третья ипостась, теперь вот оно всё. Завершение полноты – это полнота знания о Боге. Кто он есть Бог? Он оказывается один – Та, три – Та, Троица. Почему называется этот праздник также Троицей? О чём он говорит? Он говорит не просто о факте, как это часто мы сводим всё только к какому-то историческому факту. Да, факт исторический был, и он действительно удивительный, даже по описанию, священному писанию, когда апостолы боязливые сидели в закрытых комнатах, боялись, как бы их не схватили, не растерзали, так же, как Христа, и вдруг с ними произошло вот это событие, оно очень описано хорошо в деяниях апостолов, так? Это сошествие Святого Духа. И мы видим, какими стали апостолы. Удивительно смелыми, с удивительной силой слова, благодаря которому просто тысячи даже людей начинали верить во Христа. Это, видим, факт, который произошёл две тысячи лет тому назад. Какое отношение имеет теперь к нам? Не только же там тот, где был факт, и мы в это верим, что было. Нет! Мы слышим интереснейшие слова нашего русского великого святого Серафима Саровского. Цель христианской жизни – он употребляет даже славянское слово – в стяжании, то есть в приобретении Духа Святого. В таинстве крещения мы как раз получаем вот это зерно, вот, этой новой, новой, совершенной человеческой природы. И в таинстве меры помазания получаем зерно от той благодати Святого Духа, который человек, человек по природе, он должен быть приобщенным. И даётся даром теперь и зерно новой человечности, и зерно Духа Святого. Даётся, что значит? В зёрнышке. В зёрнышке. Знаете, есть яблоко, а есть зёрнышко яблоко. Говорят, что в зерне вся яблоня. Да. Так вот, оказывается, этот праздник о чём нам говорит? Что мы, которые, как кажется, и христиане, но мы действительно получили это, но теперь задача-то какая наша? Чтобы это зерно, зерно мы удобряли, поливали, обрабатывали землю своей души, чтобы это зерно прорастало, стало древом, древом, который принесёт соответствующие плоды. Вот оно об этом возрастании древа. И говорил Серафим Саровский, все святые отцы говорили, что такое стержать Духа Святого Божьего. Это означает, что правильной христианской жизнью мы можем сделать то, что это зерно действительно начнёт произрастать в нас, в душе человеческой. Каким образом? Происходит это просто при правильной христианской жизни. И совершается постепенно при жизни поэты, и при этом даются ещё великие вспомоществующие средства. Вспомоществующие, помимо крещения и миропомазния, даётся причащение, причащение, в котором мы приобщаемся к Христу, как об этом пишет преподобный Иоанн де Маскин. Я почему обращаюсь к нему? Потому что он подвёл итог всей вот этой золотой эры святых отцов. подвёл прям итог и сказал, что в этом причащении мы причащаемся от чего? Божества Господа Иисуса Христа! Божества! Мы становимся сопричастниками божества, и поэтому общниками и его тела. Потому что божество Христа нераздельно от тела. Вот такое, что происходит в таинстве причащения. И это таинство, конечно, очень помогает человеку в его духовной жизни. Так постепенно это зёрнышко, прорастая в душе человеческой, постепенно показывает и результаты его. И мы видим это на жизни святых. Результат особенно поразительный, конечный результат, ну, не конечный, а вершинный результат. Какое? Это приобретение человеком любви, божественной любви. Божественной – не вот этой, которой мы в земле одного любим, другого ненавидим. А божественной любви. Что это такое? С одной стороны, апостол Павел пишет, око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Апостол. С другой стороны, Исаак Сирин пишет, Тот, кто приобрёл эту любовь, он готов десятикратно в день быть сожжённым за любовь к людям. Вот чего достигали. Вот что такое приобщение, стяжание Духа Святого Божьего. Вот о чём говорит нам праздник Троица, а не просто о событии, которое было две тысячи лет тому назад. Не только. То событие было только началом. Началом для кого? Для каждого из нас. Но вот, что оно открыло. Теперь мы имеем в знании, в своём знании, Бога Троица, явившиеся Троицы, в трёх ипостасях. Каждая, если хотите, по отдельности, явилась нам. И всё в целом. Алексей Ильич, объясните молитву Царю Небесной. Для чего она нам дана? Что мы и кого вообще призываем? Кто такой Святой Дух? – Я должен, буду попытаться сказать, как понимается Святая Троица в нашем православном свято-техническом учении. Много различных вариантов даётся. Много. Много. И некоторые святые, и несвятые особенно очень много дают. Но суть, если говорить православного понимания, очень хорошо была выражена Григорием Богословом. Это одним, действительно, из величайших богословов. И затем эту мысль хорошо пересказал, уже перевёл, если хотите, на русский язык, на современное мышление святитель Игнатия Брянчанинова. Он так сказал. Отец... Ну, Отец – Сын и Дух Святой Троица. Отец в человеке – это ум. Следующее. Слово «Логос» – это и есть Сын воплотился, это «Логос». Мы читаем на Пасху Евангелие «Энархи», «Ин», «О», «Логос». Вначале был «Логос». «Логос» воплотился. Кстати, очень жалко, что нас перевели это просто словом. «Логос». Ну, хорошо, пусть слово. Так вот, оказывается, ум рождает слово, мысль, слово. Так? И при этом наш ум и наше слово или мысль всегда содержат в себе определённый дух. Один и тот же ум и та же мысль, она может быть направлена по духу своему в прямо различных направлениях. Добра или зла. Даже так. Дух, он содержится где? В уме, в слове. Так же, как, кстати, в любой вещи, в любой книге. Дух – это реальность. Вот этот образ хорошо даёт понимание того, что такое Святая Троица. В человека один человек. Ум, мысль, слово и дух. Дух – это великолепный образ Григория Богослова, затем развитый Игнатием Личанину. Он даёт представление о том, как можно понимать вот эту триипостасность единого Бога. Они нераздельны. Ум и слово нераздельны. И дух нераздельны. Всегда содержится всё-всё три. А кто такой, ты говоришь, дух? А дух – скажу тебе. Например, когда-нибудь читал книжку «Дух, душа и тело»? Луки Войни-Восинецкого. Читал. Вот, и всё в порядке. Теперь мы договоримся. И это там приводится один из случаев. Одному медиуму, ну, человеку, который введён в состоянии транса, взяли и дали галстук. Спросили его, чей это галстук? Он, значит, берёт, смотрит и потом в ужасе бросает его. Это галстук, на котором повесился человек. Это приводится в факт. Это не выдумка, не фантазия, не билетристика какая-нибудь, а факт. Оказывается, в каждой вещи есть дух. В каждом слове мысли умеет и говорить даже нечем. Даже в вещах есть дух. Не думаю, чтобы какая-нибудь девушка захотела бы носить ей прекрасное кольцо, кольцо с брюльянтами, да, убийцы. От него ни за что она бросит. Забирает своё, ты слышите, оказывается, дух. Дух – это реальность, а не что-нибудь такое. И это реальность с такой силой, которая просто может менять всё настроение и жизнь даже человека. Вот так. Вот же такой Троица. Вот же такой дух. А какое место простого человека в церкви? Вот тот, кто не в алтаре, тот, кто особо не задействован. Вот приходит каждое воскресенье и стоит, молится. Вот какое его место в этой церкви, в организме в этом? У каждого своя функция. И мы не знаем, у кого эта функция выше перед лицом Бога. Можно быть и Папой Римским и оказаться на самом последнем месте. А можно быть каким-то юродивым, нищим, презираемым и быть великим святым. Так что по какой шкале ценностей мы определяем место человека? Место-то это где? Не здесь же эти места, а там, пред истинным судом Бога. Здесь наша задача, здесь наша только делать то, на что ты поставлен. Если ты в церкви поставлен что-то делаешь, делай там. Архиерей, священник, монах, мирянин, сторож. Каждый делает своё дело. А кто выше, никто никогда не скажет. Совсем вы что думаете, что да, это моё... Значит, если я, так сказать, не священник, и тем более не архиерей, то что я уже никто, о чём речь-то идёт? Пред Богом кто оценивается, есть истинный суд, а не здесь! А здесь? А здесь это чисто внешняя внешняя деятельность, которая ещё совсем не говорит о действительном достоинстве человека, его значимости в церкви. Он один... Помните, как Василий Блаженный, наш, его когда спросили, много ли народу в храме-то было? Он говорит... А народу было много. Он говорит, всего два человека молились. Два человека молились. И благодаря им ещё церковь жила. – Святой Дух, Алексей Ильич, он на каждой литургии присутствует? – Святой Дух не на литургии присутствует, а он есть. А уже его действие обусловлено очень многими вещами. Есть церковные установления, которые называются, например, таинствами. И они совершаются только действием Духа Святого. Вот Евхаристия даже. Знаете, священник произносит какие слова? «Когда над хлебом и вином приложив Духом Твоим Святым». И дьякон произносит трижды «Аминь, аминь, аминь». Кстати, надо произносить это так, чтобы на весь храм это звучало. И все должны падать вниз, поклон делать земной. Всё, теперь это не хлеб и вино, теперь Христос. Вот, Он здесь! Он здесь! По вере нашей верите? Падайте вниз! Делайте земной поклон, а не стойте столбами! К сожалению, это часто бывает. Совершилось великое таинство как действием Духа Святого. Так и во всех таинствах. Ну, Дух Святой вообще... А что у тебя? Освещение воды. Что значит? Освещение жилища. Это чего угодно! Только всё зависит от чего это действие Духа Святого. От нас! Я могу это болтать языком молитву, а могу молиться. Наверное, разница всё-таки есть. Когда мы только болтаем молитву, недаром Игнатий Бринчинов предупреждал строго-настрого. Я постоянно эти слова его цитирую и не стесняюсь цитировать, потому что они крайне важны для каждого из нас. Молитва без внимания не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, слышите? Оскорбительное для Бога пустословие. И можно так провести и свою какую-нибудь там утро или вечернюю молитву. Можно богослужение так совершить, да не дай Бог! Священник может. Всё, послужебник, вычитывай, произноси возрасты. На клиросе так же поют, положено. Клирос, клир! То есть ты уже член вот этой прям сердцевины данной общины. А мы часто туда берём хороший голос. Ух, октава! Ох! Он и в Бога не верит. Но зато октава какая! Ох! И что, он поёт, что он молится, что ли? Он засмеётся даже. Можно превратить даже богослужение в спектакль. Алексей Ильич, очень важно сказать, мы сейчас говорим про камеры, а ведь у всех телефоны есть, и надо быть осторожнее ещё это выкладывать. Нет, а просто к тому, что когда прежде освященные дары вот так уберут и в сеть выкладывают, это же тоже опасно. Почему прежде освященные? А, освященные! И освященные, и прежде освященные! Я об этом же и говорю, что оглашенные, и то и задите. А здесь это великая таинца, к которому нужно подходить. Я не знаю, с каким благоговением даже. Он здесь топ, 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 раз! Ну-ка, разойдитесь тут! Сейчас я сфотографирую. Это кошмар какой! Всю свою бытность в Академии, а я всю жизнь здесь в этой Академии, я борюсь с сфотографированием. И бесполезно! Никакого успеха! Но всю жизнь борюсь! Всю жизнь! Воюю, говорю, бесполезно! Никакого успеха! Рассталкивают людей, бегают в алтарь! Это такое благоговение! Это просто лучшее не придумаешь! И привыкли мы к этому! Привыкли! Неужели себя нам надо показывать? Или что? Что это проповедь? Нет! Точно наоборот! Это спектакли показывают! Смотрите! Проповедь заключается не в этом! Там, где кончается благоговение, это надо запомнить, там нет религии! Кстати, слово религия, говорят, что это связь! Не только! Это слово! Это и благоговение! А когда эти несчастные фотографирования эти все идут, все это тут, я не знаю, какое благовение! Потому что я не говорю, как людей это часто смущает, когда бегают по амвону, свои руки поднимают, своими аппаратами, и всё! Боже мой! Что это такое? Простите, что происходит? Богослужение или что? Я этого не понимаю! Я всю жизнь порвался! Меня никто не слушает! И я надеюсь, никто и не послушает! Алексей Ильич, вот... Уверен! Давайте итог подведём! О чём нужно сегодня подумать? На Троицу, на Пятидесятницу? Мы же вот всё призываем к рассуждению! Думать, хоть немножко задуматься над тем, прежде всего, что как мы молимся? Мы молимся хотя бы за богослужение хоть раз? Помолимся мы или нет? Когда от души скажем, Господи, прости меня, я вот обманул вот того-то человека! Я вот там похвастался, нахвастался, прости меня, Господи! Я позавидовал тому, что в храме надо стоять, каяться! То же самое и дома, если молимся! Нужно очищать свою душу! А то иногда, знаете, понимают покаяние! Ох, покаяние! Это всё! Это уныние! Это что это такое? Ну, правильно! Вы дома не вздумайте пылесосить, протирать всякую грязь, мыть посуду! Нет-нет, пусть так остаётся! Я этим людям, которые... Что это всё? Кается, кается, кается! Да-да-да-да! Давайте-давайте! Что у вас будет? Покаяние – это очищение! Навести порядок в душе! Вот что такое покаяние! Господи, прости меня от этой гадости! Опять я наделал то-то и то-то! Вот что такое покаяние! Оно даёт возможность действию Духа Святого в человеке! Без этого, без молитвы, без покаяния ни о каком действии Духа Святого и быть не может! Хоть бы, не знаю, что угодно, кричали и пели о Духе Святом! Нет Бога там, где нет молитвы! Душевредные, оскорбительные для Бога пустословия! Разве может тут быть Дух Святой? О! Вот, прежде всего, к чему призывает нас праздник Святой Троицы! И это было праздничное слово Алексея Ильича Осипова! Алексей Ильич, с Троицей! Благодарю вас взаимно! И всех наших зрителей поздравляем с праздником! Редактор субтитров А.Семкин